В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Спецподразделение патрульной полиции ТОР, подразделение Полина по вопросам семейного насилия и расчет спасателей ГСЧС. Столь внушительные силы понадобились работникам службы по делам детей, чтобы в прямом смысле слова освободить своих подопечных. В службе говорят, что семья давно на учете как неблагонадежная из-за матери, злоупотребляющей алкоголем. Вместе со своим сожителем они забаррикадировались в квартире, не пускали сотрудников вовнутрь. В службе по делам детей создали зеленый коридор для того, чтобы они смогли зайти туда и забрать детей, вынести оттуда детей. Родители не открывали двери, родители находились в алкогольном опьянении, в состоянии алкогольного опьянения. Служба по детям здесь. Нету! Надо раздеть. Я говорю, есть документы на изъятие ваших детей. Все? Оно по суду, б***ь! По суду, по суду, да. Есть служба по детям. Где? Интересно, девачки. Если только вчера было, б***ь! Я говорю, есть интерес? Ишь. После изъятия малышей отправили в детский дом. С ними сейчас работают медики. Из-за равнодушия матери и антисанитарии в квартире медицинские показатели детей, увы, далеки от нормы. У детей, ну, не совсем. Ну, у них вши. Они голодные были. И это только мелочь. Потому что у них набрали сейчас анализы для того, чтобы поставить, возможно, ну, как-то более расширенную медицинскую картину увидеть. Что вчера произошло, ну, это я называю спасательной операцией. На следующий день мать явилась в службу и попросила вернуть ей малышей. Но пока она не изменит образ жизни, отношения к детям их ей не отдадут, заявили работники. Кроме того, район управления службы намерен добиться, чтобы суд лишил женщину родительских прав. Семнадцать смертей и почти полтысячи случаев заражения. Такова статистика нового смертельного вируса из Китая. Он быстро распространился за пределы Поднебесной. Врачи зафиксировали случаи заражения в Японии, Южной Корее, США, Тайланде и на Тайване. Еще одну женщину с подозрением заражения госпитализировали в России. В Украине случаев пока нет, но возможно все. Есть ли угроза эпидемии в нашей стране, узнавала Нарина Щеглова. Новый коронавирус из Китая сегодня одна из самых обсуждаемых мировых тем. Вспышка вирусной пневмонии началась в декабре в китайском городе Ухань. Очагом заболевания называют один из городских рыбных рынков. Там продают морепродукты, мясо птиц и животных, в том числе экзотических. Мы можем утверждать, напевно, что инфекция пошла с местного рыбного рынка. Рынок закрыли. Специалисты в защитных костюмах регулярно дезинфицируют улицы китайского города. А вот так выглядит транспортировка зараженных коронавирусом. Новый китайский вирус унес жизни как минимум 17 людей. Зафиксировано более 400 случаев заражения. На данный момент география его распространения значительно расширилась. Коронавирус поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или нервную систему. Может вызывать бронхит и пневмонию. Его симптомы похожи на признаки обычного гриппа. Начинается вирусная пневмония очень остро. Первые признаки заболевания – это высокая температура, ломота во всем теле. То есть обычные признаки вирусной инфекции. Поставить диагноз по клиническим симптомам, сказать, что это именно коронавирус, не поставит никто. Нужны специальные методы исследования. Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. В аэропортах многих стран мира уже начали проверять наличие симптомов коронавируса у некоторых пассажиров. В аэропортах есть специальные устройства, которые регистрируют повышенную температуру и принимают соответствующие меры. В Украине случаев заражения зафиксировано не было. Тем не менее, ВОЗ настоятельно рекомендует не посещать в ближайшее время Китай и регионы, где были зафиксированы случаи вирусной пневмонии. А мясо, яйца, птицу и рыбу перед употреблением подвергать тщательной термообработке, мыть руки после улицы и транспорта. При малейших симптомах, напоминающих грипп или воспаление легких, советуют немедленно обращаться к врачу. Американские ученые уже работают над вакциной против нового вируса. Однако на разработку лекарства могут уйти месяцы. А на рынке вакцина может появиться только после клинических испытаний. Это как минимум через год. К слову, эпидемия напоминает тяжелый и острый респираторный синдром в начале 2000-х, который охватил десятки стран. Тогда в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели более 8 тысяч человек. Более 700 умерли. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». В Одессе с поличным задержали мужчину, который на остановке общественного транспорта обчистил карманы женщины. Воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, вор незаметно вытащил из ее куртки мобильный телефон. Подозрительного человека, который пытался быстро покинуть место преступления, заметили полицейские. Как выяснилось, 32-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за аналогичные преступления. Человека было затримано и доставлено до Приморского отдела полиции. За указанным фактом, следственным отделом Приморского отдела полиции было распечатано криминальное проведение, предназначено частью 2 ст. 185 КК Украины, это крадежка. Человека было затримано в порядке ст. 208 КК Украины. Ему уже оголошено про подозру о скоине вказанного злочину. Проводячи досудовое расследование, полицейские установили, что злоумисником выявился 32-летний житель Беляевского района, что на Одещине. Человек уже имел проблемы с законом и был засуджен неодноразово. Основной объем работ по восстановлению фасада дома с Атлантами на Гоголя уже завершен. Об этом рассказали реставраторы. Почти восстановлен и соседний памятник архитектуры, дом под девятым номером. Здание обработали огни биозащиты, установили системы защиты от молний и сейчас проводят работы, связанные с освещением. А вот аутентичной лепнины на фасаде почти не останется. Реставраторы говорят, что она была в плачевном состоянии и в некоторых местах представляла угрозу для пешеходов. Поэтому старый лепной декор сняли и сделали новый, как уверяют специалисты из аутентичных материалов. Большой объем работ провели по восстановлению мансарды. Мансарда, это, скажем, наверное, в очень долгое время не поддавалась капитальному ремонту. То есть это замена и стропильной системы, и обрешетки, и в том числе там все возможные гидроизоляционные работы. Восстановлена полностью аутентичная поверхность мансардной кровли. Освободить здания от лесов планируют до начала туристического сезона, если позволит погода. Кроме того, ЖКСы должны заменить канализацию и привести в порядок водоснабжение. Реставрация фасада обошлась городскому бюджету в более чем 15 миллионов гривен. Но в море отмечают, не все одесситы понимают важность сохранения памятников архитектуры. Местные отказываются убирать с фасадов кондиционеры и кабели. Еще одна проблема – самодельные балконы, которые не вписываются в общий стиль. В мэрии предложили своего рода альтернативу. Мы были в подвальных помещениях. Посмотрим, где есть какие подвальные помещения. Наведем в них порядок и предложим людям, все-таки разобьем на какие-то участки, по крайней мере, уже есть у нас такой опыт в Одессе. Предложили, навели порядок. Людям сделаем стеллажи, для того, чтобы они свои закрутки, какие-то предметы хранили каждый в своем каком-то участке, но не на фасаде, не на балконах. Сегодня привить культуру все-таки и уважение к архитектурным нашим памятникам, к памятникам архитектуры, к культуру достаточно сложно, когда десятилетиями на это все не обращалось внимания. Принятый недавно закон о среднем образовании вызвал волну негодования у оппозиционных политиков. Документ, говорят депутаты, ущемляет права русскоязычных граждан, существенно уменьшая количество часов обучения на русском. Пока педагоги еще знакомятся с 70 страницами нормативно-правового акта, нардепы-оппозиционеры готовы оспаривать закон в конституционном суде. Подробнее о материале моих коллег. Новый закон о среднем образовании противоречит Конституции Украины, поскольку ущемляет права более 30% населения страны получать школьное образование на родном языке. Об этом в Одессе заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Юрий Бойко. Если закон подпишет президент, оппозиционные нардепы готовы добиваться отмены документов в конституционном суде. Все идет на искоренение русского языка. Причем та власть это делала, и эта власть продолжает то же самое. Ну как мы можем поддержать? Конечно, мы заблокировали сейчас его подписание, потому что мы внесли постанову, там были нарушения регламента для того, чтобы не подписывал спикер. Посмотрим, как кто будет голосовать за это. Потому что все эти слуги, они тоже шли на выборы с тем, что обеспечит равенство всем языкам. А делают совсем наоборот. Вот мы сейчас внесли постанову, блокирующую подписание этого законопроекта. Посмотрим, как они проголосуют. Коллеги Бойко из местных советов полагают, что закон принят поспешно. Еще не завершен процесс формирования новых объединенных громад, а значит рано говорить об основных потребностях образовательных учреждений на местах. Каждой школе и каждой громаде нужен индивидуальный подход, полагает представитель комиссии по вопросам образования в облсовете Сергей Бип. Для того, чтобы дать какой-то шанс преподавателям определиться на местах, что им больше и что им лучше надо, мы сначала должны, наверное, дождаться, когда образуются громады, и увидеть население юг Одесской области, где есть Молдаване, Гагаузы, Болгары. Предпочтение отдать больше часов какому языку? Нацминшинств или украинскому языку? Я думаю, что надо было бы учесть это. Мы почему-то поспешили делать реформу в образовании, не дождавшись, когда пройдет вот эта реформа по ЭТГ. В Верховной Раде закон представлял одесский парламентарий от партии власти Сергей Калибошин. Он не разделяет панических настроений оппозиционеров. Но на количество полностью русскоязычных школ, а их в стране 125, принятый документ не повлияет, уверяет нардеп. Нет ничего такого, что меняло бы нормы закона 2017 года, закона про Освит. Вот абсолютно ничего. С точки зрения языковой, я имею в виду. То есть все то, что сейчас муссируется, было прекрасно известно уже 2,5-3 года назад. Информирую также и о следующем. В комитет, насколько мне известно, зашел или должен зайти тоже законопроект от ряда депутатов, от разных на самом деле фракций, о том, чтобы вот эту вот норму о том, чтобы школы, ну русские школы с 23-го года были, как и венгерские школы, ну переходили во второй ступени на украинский язык обучения. Этот законопроект зашел, комитет его рассмотрит и точно так же там будет зал потом определяться. Не подтвердил член партии «Слуга народа» и информацию, которую распространяют некоторые СМИ. Законом не предусмотрено уменьшение уроков русского языка с 10 часов в неделю до 6. Это прерогатива профильной группы, работающей при Министерстве образования. Такое решение еще не принималось. Это законом точно не регулируется. Это все эти стандарты обучения, типовые программы, типовые планы, это вообще не про законы. Это даже не про подзакон акта. Это стандарты и типовые навчальные программы и планы, которые министерством утверждаются. Сейчас разрабатывается стандарт средней школы, то есть 5-9 класс. Он только в разработке, он еще даже не принят. Покажите мне стандарт среднего свита, покажите мне его, и уж тем более стандарт профильной школы. И я тогда скажу, а, ну да, или а, ну нет. Его нет у этого стандарта, он только разрабатывается. Я в этой рабочей группе, поэтому я точно знаю, что его нет. Принятый закон должен дать больше свободы школам в части формирования учебных планов. Кроме того, ученики, по каким-то причинам не успевающие за учебным планом, получат возможность подтянуть знания благодаря бесплатным дополнительным занятиям. Впрочем, оценивать и анализировать эти и другие нововведения в сфере школьного образования специалисты пока не спешат. В ближайшее время все обсуждение закона о среднем образовании сведется к дискуссиям о языке. Виталий Хемий, Константин Нищерет, телеканал «Репортер». Больше полномочий, меньше бюрократии. На первом в этом году заседании архитектурной комиссии решили самостоятельно проверять памятники местного значения. Ревизии будут проводиться без присутствия собственника, если нарушены нормы. На комиссии представят проект решения об ужесточении норм законодательства. Его же направят на ближайшую сессию горсовета. И лишь затем предложения одесситов рассмотрят в Киеве. Мы сегодня рассматривали вопросы обращения возможности обращения Дельского городского совета в Верховную Раду о расширении полномочий и возможностей для городских служб, в частности по историческому ареалу, по центру города. Потому что, как мы видим, пока друг к другу все начинают писать письма, у нас валятся фасады, лепнина. Нам нужно сделать максимум для того, чтобы сократить бюрократическую процедуру. Также на комиссию затронули тему застройки прибрежной зоны. В мэрии планируют провести общественный диалог, на котором обсудят этот болезненный для города вопрос. Можно или нельзя строить на Одесском побережье. Мы обращались на главу комитета с просьбой внести изменения в закон в сфере местоподобудивной деятельности и ужесточить меры к застройщику. К сожалению, наши письма были проигнорированы, скажем так, были нам отосланы отписки с нормами законодательства. На сегодняшний день мы обратились в комиссию с просьбой вынести на сессию проект решения о ужесточении норм действующего законодательства. На зонах рекреации можно строить у нас оздоровительные комплексы. Это не запрещается законодательством. Но на сегодняшний день целевое значение земли устанавливает не управление архитектурно-строительного контроля, а, скажем так, проектная документация земли. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова